Книга пророка Даниила, глава первая. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтоб он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы их научил книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое он сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Месаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Волтасаром, Ананию и Сидрахом, Месаила Месахом и Азарию Авдинагу. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу, — Боюсь я, господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Но если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отраков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем. Тогда сказал Даниил о Мелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Месаилу и Азарии. — Сделай опыт над рабами твоими. В течение десяти дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья, а потом пусть явятся перед тобой лица наши и лица тех отраков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь. Он послушался их в этом и испытывал их десять дней. По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, красивее, и телом они были полнее всех тех отраков, которые питались царскими яствами. Тогда Амелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог четырем-семь отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник Евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Месаилу и Азарии, и стали они служить перед царем. И во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до первого года царя Кира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok